Продолжение следует... Продолжение следует... Христос является нашим старшим братом в самом буквальном смысле. Он был первым из тех духовных детей, которые родились у отца Элагима и его небесной жены. То есть, он действительно наш старший брат, наш духовный брат. Носил он тогда имя Иегова. И занимался тем, чем занимаются все старшие братья. То есть, он был наследником своего отца и выполнял всякие важные поручения. И в силу того, что именно он был старшим братом нашим, старшим сыном отца, он был заранее избран, предопределен к тому, чтобы стать руководителем всей Божьей работы на земле. Мормоны часто рассказывают такую историю, что когда Бог решил сотворить землю, на которой мы с вами живем, он собрал на небесах совет богов. Мы не знаем, сколько там было богов, собрался большой совет. И на этом совете Бог представил план. Он рассказал о том, что он хочет создать землю и населить ее духовными детьми, которые у него есть. Почему это было необходимо? Потому что в духовном доме, в духовном состоянии, человек не может развиваться дальше определенного уровня. Для того, чтобы он мог развиваться дальше и достичь божественности, стать богом, человеку необходимо пройти испытания земной жизни. Научиться мудро выбирать добро и зло, столкнуться с искушениями и прожить такое серьезное полное испытание жизни на какой-нибудь планете, на земле. Бог рассказал о том, что он собирается делать. И потом пригласил двух своих старших сыновей, старшего которого звали Иегова или Иисус, и второго по старшинству сына, которого звали тогда Люцифер, для того, чтобы они рассказали о том, как они видят в себе сотворение человечества, его дальнейшую судьбу. И вот Люцифер стал рассказывать, как он это себе представляет. Он сказал о том, что души человеческие настолько дороги, что нельзя ни одной потерять. И поэтому, когда Отец создаст вот эту планету и поселит туда человеческие души, чтобы не потерять ни одной из них, я всех заставлю, чтобы они верили в Бога и чтобы они все в конце концов были спасены. И потом выступил старший сын Иисуса или Иегова, который сказал, что я никого заставлять не буду, я предложу людям свободный выбор. То есть, люди, которые будут на земле, у них будет возможность выбирать добро и зло Бога или борьбу с Богом. И те люди, которые добровольно выберут жизнь с Богом, они в конце концов спасутся. А те, которые не выберут, они в конце концов попадут в одно из других мест для вечного обитания, в котором с Богом они не увидятся, но это уже будет их выбор. То есть, они сами так решат. В этой вселенной свобода выбора является абсолютной ценностью. То есть, свобода выбора – это всегда самое важное. И поэтому, естественно, совет вот этот большой одобрил как раз вариант, который предложил Иисус или Иегова. В ответ младший брат Люцифер очень сильно разозлился, поднял на небесах бунт, увлек за собой треть духовных детей Бога. Иисус в ответ поднял свою армию. На небесах произошла война. Люцифер был побежден. Иисус одержал победу. И в силу того, что его план был признан правильным и удачным, его назначили спасителем тех людей, которые живут на земле. То есть, заранее решили, что у всех людей, живущих на земле, будет свободный выбор. А однажды, в назначенный срок, Иисус придет сюда на землю, родится здесь, в земном теле, умрет на кресте, для того, чтобы давать людям возможность получить искупление и вечную жизнь. То есть, все это было придумано еще до сотворения мира на Совете Богов. В какой-то момент времени, мы не знаем точно в какой и как это произошло, Иего возвысился до всеми остальными детьми Элагима и фактически получил божественность авансом, еще не придя на землю. Что само по себе является достаточно уникальным случаем, потому что даже его отец Элагим по учению мормонов, он стал богом только после того, как прошел школу земной жизни. А Иисус получил божественность как бы авансом еще на землю, даже не приходя. То есть, он пришел уже сюда, получив вот эти вот божественные полномочия. И мы читаем об этом следующим образом. Написано. «Послушанием и преданностью истине он, Иисус, достиг той вершины разума, которая возвела его в ранг Бога, Господа Всемогущего, еще в предземном состоянии». То есть, уже там, первым изо всех духовных детей нашего Небесного Отца, он приобрел возможность называться Богом. Вот такая вот любопытная история. Дальше история любопытная продолжается. Потому что необходимо было, чтобы Господь Вседержитель, Иисус, пришел на землю и здесь выполнил свою роль как Мессии. Как того, кто придет, чтобы взять на себя грехи людей. И согласно учению мормонов, рождение Христа было совершенно уникальным событием. Уникальным в том смысле, что Небесный Отец стал не только отцом духовного существа Иисуса там на небесах, но он стал в буквальном смысле отцом его физического тела здесь на земле. Почему это так? Ну, сами себе можете представить. По учению мормонов, Бог Отец и Дух Святой – это две разные личности. Если бы отцом Христа здесь на земле стал Святой Дух, тогда Христос был бы не Сыном Отца Небесного, а Сыном Святого Духа. Поэтому отцом земного тела Христа тоже должен был быть Небесный Отец. Тогда возникает вопрос, каким же образом можно связать учение мормонов о том, что Небесный Отец зачал Христа, вступив в связь с Марией, и учение Библии о том, что Святой Дух был тем, кто совершил это действие. У мормонов есть очень простое решение. Они просто отрицают, что Христос был зачат Святым Духом. Просто отрицают. Так, например, 13-й президент церкви мормонов, Эзрат Афт Бенсон, выступая в 79-м году в Солт-Лейк-Сити, сказал «Самое фундаментальное учение истинного христианства – божественное рождение ребенка Иисуса. Это учение, которого не понимает мир, которое неверно толкуется многими христианскими церквями и которое неверно понимают даже некоторые члены истинной церкви. Я смелюсь сообщить вам, что Иисус Христос является Сыном Бога в самом буквальном смысле. Тело, в котором Он исполнил свою миссию воплоти, было порождено тем самым святым существом, которого мы сегодня поклоняемся как Богу, нашим вечным Отцом. Он не был Сыном Иосифа, не был Он зачат и Святым Духом. Да, Он Сын Вечного Отца». Вот такая у нас получается интересная картина. Интересно, что в той же самой речи Эзерт Афт-Бенсон ссылается на те стихи из Библии и книги Мормона, где ясно говорится о том, что зачатие Христа будет произведено Святым Духом. Евангелие от Матфея, 1 глава, 18-20 стих. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что имеет она во чреве от Духа Святого. Ангел Господень явился Иосифу во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». То же самое мы читаем в книге Мормона, хотя для нас это, опять же, не является авторитетом, тем не менее. «И вот он родится от Марии в Иерусалиме, в земле наших праотцов, она же будет девой непорочной, достойным избранным сосудом, будет осенена и зачнет силой Святого Духа, и родит сына до самого Сына Божия». Казалось бы, как можно отрицать совершенно очевидный факт, в котором говорят даже их собственные писания? Однако отрицание того, что Дух Святой участвовал в зачатии Христа, является уже доброй, или скорее злой в данном случае традицией в Мормонской Церкви. Десятый президент Церкви Мормонов Джозеф Филдинг Смит в своей книжке «Учение спасения» писал, «Они, христиане, говорят нам, будто книга Мормона утверждает, что Иисус был зачат от Святого Духа. Я оспариваю это утверждение. Книга Мормона не говорит ничего подобного, не говорит ничего подобного и Библия, несмотря на то, что мы с вами только что видели прямые цитаты, где об этом говорится. Все это восходит еще ко временам Бригама Янга, который одним из первых заявил о том, что Христос не был зачат Святым Духом. И тут начинается, собственно говоря, другая сторона этой истории. Если Христос на земле не был зачат Святым Духом, а его зачал сам Небесный Отец, каким образом это произошло? Ну, понятно, что мормонские руководители в этом вопросе проявляют определенную скромность. Они не опускаются до физиологических каких-то деталей описания этого процесса. Однако некоторые неосторожные высказывания показывают, что они верят, что зачатие Христа имело совершенно физически естественный, как они говорят, характер. Вот что они по этому поводу пишут. Десятый президент церкви Джозеф Филдинг Смит. «Рождение Спасителя было естественным событием, и Бог-Отец был буквальным Отцом Иисуса по плоти так же, как по духу». Брюс МакКонке, мормонский апостол. «Все эти имена титула означают, что наш Господь – единственный Сын Отца по плоти». Каждое из этих слов следует понимать буквально. «Единственный» значит «единственный», «рожденный» означает «рожденный», «сын» означает «сын». Христос был зачат бессмертным Отцом таким же образом, каким смертные люди зачинаются смертными отцами. Бригам Янг, второй президент мормонской церкви. «Рождение Спасителя было таким же естественным, как рождение наших детей. Оно было результатом естественного действия. Он вкусил плоти и крови, был зачат своим Отцом, как и мы были зачаты нашими отцами». Некоторые руководители мормонской церкви, например, тот же самый Бригам Янг, один из первых апостолов Орсен Пратт, прямо называли Отца первым мужем Марии. Но даже если мы с вами не будем принимать внимание этих наиболее радикальных высказываний, то вступление в плотскую связь с обрученной мужу Девой по всем канонам иудейского права называлось прелюбодеянием. Мария Девой в таком случае уж во всяком случае не была. И Христос не мог родиться от Девы, если зачатие произошло, как они говорят, естественным образом, и тем более не было непорочным, если при этом произошло прелюбодеяние. То предъявляли ему как раз и фарисеи. Совершенно верно. То есть, по сути дела, то учение, которое предлагают мормоны, это та же самая версия, что Христос был зачат неким человеком, только в данном случае мормоны говорят, что это человек не земной, не какой-то там солдат по имени Бен Пантера, а это сам возвышенный человек, отец, который сошел с небес и спустился на землю. В некоторых случаях, когда мормонов прижимают в этом вопросе, говорят, как же вы объясняете тогда факт явного прелюбодеяния со стороны Бога, что само по себе невообразимо, то есть, как вообще можно себе это представить. Они говорят, ну, он же Бог. То есть, для человека это прелюбодеяние, а он Бог, значит, он может делать все, что хочет. Это неофициальное объяснение, но, тем не менее, некоторые мормоны говорят таким вот образом. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok